Всем привет, дорогие друзья! С вами легенда российского ютуб-блогинга. Сегодня я направляюсь в городе Краснодаре во вкусные точки заведения, которое открылось у нас совсем недавно, 12 июля. Вчера я решил не ехать на это открытие, поскольку я подумал, что будет крайне большое количество народа. И, в общем-то, не будет даже соответствующих мест, чтобы там протолкнуться хоть как-то. Я же, в свою очередь, хочу отметить то, что вы можете подписаться на канал, поставить лайк и, соответственно, рассказать о том, как вы посетили открытие в своих регионах «Вкусная точка», пробовали ли вы старые позиции, которые остались в меню, и сравнивали ли вы их с Макдональдсом, который уже был в прошлом. Вот, советую вам оставаться на моем канале. Сейчас я буду все показывать. На самое первостепенное, чтобы я обратил свое внимание, я забрал свой заказ. Я покажу его подробный состав уже, когда подъеду ближе к дому. Скажу вам честно, то, что упаковка выглядит абсолютно невзрачно. Это обычный какой-то пакет без каких-либо логотипов, эмблем и так далее. Мне уже говорили об этом также со стаканом чая Липтона, потому что колы там не было. Как видите, стакан абсолютно белый, некрасивый, то есть как будто вы взяли в каком-то второсортном заведении, но пахнет более-менее нормально, то есть пахнет прям реально Макдональдсом. Я прям ощущаю этот запах, я думаю, что там ничего не изменилось. Короче, я еду домой, сейчас буду делать обзор. Итак, наконец-таки я доставил домой тот самый заказ из «Вкусная точка». Вышел у меня на 601 рубль, по чеку вы можете посмотреть, что я брал. А именно это Гран Делюкс, картошка по-деревенски, соус сырный, пирожок вишневый и Липтон зеленый большой. Также забыл упомянуть про двойную чинку, которую я тоже взял. Скажу честно, то, что ассортимент там невеликий, потому что опять-таки убрали кока-колу, нет напитков из черноголовки, то есть кола там продается только в бутылированном виде 0,5. Но и стоит она при этом за облачных 109 рублей, поэтому я и не стал ее брать, я взял по стандарту, как всегда беру Липтон. И давайте сразу по стаканчику пройдемся. Как мы видим, это абсолютно белый пустой стакан, без каких-либо эмблем, без логотипа «Вкусная точка», без раскрасок. То есть такой скудненький обычный дизайн, как будто вы взяли в какой-то шавурмеченный напиток, вам налили его и вы его с кайфом будете употреблять. При этом хочу отметить, что на такой объем стакана крайне большое количество льда, потому что, как видите, он весь уже поплыл, и это не есть хорошо. То есть самого напитка там может быть по факту намного меньше, чем 0,5, за счет того, что они добавляют лед. При этом опять-таки экономия. Также вообще ходили слухи о том, что кока-колу, которую использовали в качестве той, которую они будут продавать, и чтобы увеличить ее объем, они ее разбавляли водой и тем самым говорили, что это кока-кола без сахара. Не знаю, насколько это правда, вы можете написать. Идем дальше. Как любят говорить обломов, то есть нужно проверить состав салфеток, то есть допы. Салфеток тут примерно достаточно на одного человека, на такую, в принципе, порцию еды. Этого вполне хватит. То есть не буду считать, сколько здесь салфеток, но салфетки имеются. Трубочка. Опять-таки также без каких-либо опознавательных знаков. Абсолютно белая, неинтересная упаковка. Дальше идет вишневый пирожок. Как мы видим, скорее всего тут убрали только букву М, которая была на лицевой стороне упаковки. Здесь же мы видим сзади, что это пирожок из пресного теста, написанного состава, калорийность и так далее. Но упаковка осталась точно-точно такая же, как и в Макдональдсе. Это мы убираем. Дальше у нас идет этот двойной чизбургер. Ну, в принципе, упаковка двойного чизбургера оставляет, в принципе, тоже желать лучшего, потому что в Маке она была намного красивее. Но тут же, в принципе, я бы такое съел. То есть ничего такого я не вижу замысловатого в этой упаковке и отталкивающего уж тем более. Дальше идет у нас картофель по-теревенски, который я взял. Это средняя порция. Опять-таки, абсолютно белая, без каких-либо маркировок упаковка, которая даже, ну, в принципе, не располагает к какому-то приятному, значит, приему пищи. Дальше у нас идет бургер Grand Deluxe. Это уже последняя позиция в нашем меню. Ну, выглядит он точь-в-точь так же, как и в Маке, в принципе. В принципе, тот же самый состав, та же самая булочка, кстати, надо проверить, с плесенью она или нет, потому что ходили слухи то, что теперь кладут булочки с плесенью, но такого здесь нет. Слава богу, это в порядке все. И, соответственно, вот такой вот картонный пакет, который абсолютно никому не нужен. Ну что, давайте протестируем, покажу вам более подробно, что тут да как, и уже составлю свое первое впечатление. Я распаковал двойной чизбургер, выглядит он, конечно, неказисто, но и в Макдональдс не было никогда такого, чтобы какие-либо чизбургеры выглядели как-то красочно и красиво. Здесь мы видим также сырок, два маринованных огурчика, там идет котлетка, и, судя по всему, их две идет, да, две котлетки. Как мы видим, соус и сыр, максимально простой бургер, давайте его затестим. По поводу чизбургера скажу, что это максимально простой, максимально типичный чизбургер из Макдональдса, то есть там ничего особо не поменяли, такой же вкус. Такой же состав и те же самые ингредиенты, поэтому там абсолютно ничего интересного нет. Теперь, значит, насчет грандочек, скажем, здесь у нас также тот же, я думаю, состав, тот же салат айсбург, в принципе, соус и котлета с сыром, то есть абсолютно все то же самое. И по вкусу, я уверен, что будет абсолютно то же самое, давайте попробуем. Абсолютно простой, абсолютно типичный бургер из Макдональдса, опять-таки не поменяли ничего, вплоть до рецептуры, осталось все ровным счетом точь-в-точь так же, кроме цен и ассортимента товаров. Что касаемо вишневого пирожка, вишневый пирожок остался точь-в-точь таким же хрустящим и, я уверен, что вкусным, тут тоже ничего не поменяли. Ну и по классике, картошка по-деревенски, давайте ее тоже затестим. К сожалению, обычно не было, осталось только по-деревенски, посмотрим, может что-то тут изменилось. Нет, осталось все точь-в-точь так же, абсолютно ничего не поменялось, кроме упаковок и маркировок. Ребят, хочу сказать, что в новом Макдональдсе абсолютно ничего не поменялось, кроме упаковок, маркировок и логотипа. Осталось все точь-в-точь так же по ассортименту, изменились только цены и вариации упаковок, то есть теперь они стали более такими бедными, знаете. Уже не так стало красиво и эстетично есть мак, как это было ранее, но при этом это осталось так же вкусно. Если вы любите макдонсы, обязательно заходите в рестораны вкусные точки у вас в городах. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждем Big Special в моем городе.